Технологическая дуэль это только картинка, соревнуясь, как под копирку проходят финальные метры. Здесь все продумано. Каждый механизатор знает, с чем он выходит в поле. Короли золотого гектара, за каким бы штурвалом они ни сидели, до мельчайшего винтика знают своих железных коней. Единственное, говорит фермер, погода не дает убрать последние гектары вовремя. То снег, то дождь. В этом году на уборку даже пришлось привлекать технику со стороны. Здесь вот сейчас на СОИ порядка 11 комбайнов осталось, уже домолачивает. Потому что часть комбайнов мы уже отправили, которые с компанией приходили, но отправили в силу того, что у нас и Семиса, и Сибири, что они потом могут не успеть дойти, потому что если дороги где-то снегом завалят, гололед. Урожай в этом году просто рекордный. С некоторых полей фермеры собрали пшеницы по 55 центнеров с гектара. Аграрии, говорят, помогла не только погода и достаточное количество осадков. Существенную лепту внесли агроном и новая умная техника. Пашем глубоко, значит, тоже достигли максимального накопления влаги, у структурена почва. Вот это тоже еще повлияло. Уродились не все сорта пшеницы. Полеводы, говорят, некоторым растениям попросту не хватило тепла и солнца, поэтому посевы не добрали нужный процент клейковины. А вот элитные сорта импортных селекций дали исторически рекордный урожай. Сильно поднялась культура земледелия. Наши агрономы научились выращивать хлеб, научились работать с удобрениями, со средствами защиты, применяют элементы точного земледелия. Район намолотил более 130 тысяч тонн зерна. Такого не было уже 32 года. Аграрии довольны, что и спрос на продукцию в этом году отличный и цена устраивает. А все потому, что в западных регионах не урожай культур. Да и прошлогоднего зерна не хватило. Фермерам приходилось даже останавливать мельницы. Так что в этом году многие хозяйства торопятся убрать все до последнего зернышка. Ведь синоптики уже завтра прогнозируют на юге края снегопад. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Ненесей. Новости.